Жилево-коммунальная господарка – сфера, якая закранная интересы у всех без выключения, а там и процессы, которые у нее отбываются, завсюду выкликают повышенный интерес. Например, с обеспечением пятной водой. Уже несколько лет у Гомеля она поступает выключенность подземных крынец, что повинна гарантовать ее якость, разум с тем, как 60% городского водопровода сношено, что в любой момент может привести до аварийной ситуации за включением подачи воды. Заменить его за свой кошт водоканал максимум не имеет, тем больше, что поколь населится, оплачивая послуги не в полном объеме. Сто день полмиллиона Гомеля споживает 93 тысячи кубометров воды. У разлику на кожного джихара отрывается ниже 200 литров, это достаточно великие объемы. Причем якость этой воды контролируется постоянно, прикладно по 60 показчикам. Под рабоевого досконаливания и системой перепросовки коммунальных отходов сегодня у коммунального монетарного предприятия «Спецкоммунтранс» денежая участок, где со смети вырабляют корыстные речи, а не по причине высокого кошта электроэнергии, поколь гэта и вот вочисть особливого прибытку не приносить. На «Спецкоммунтрансе» сподяется, что ситуация изменится с уведением в эксплуатацию белорусской атомной станции. А причатого тут агочевыць перспективы повелечения объему перепроцовки коммунальных отходов у два разы. Гэта дозволець досягнуть европейского узровня, где скоростью выкористовывается до 80% сменте. Чтобы увеличить процент использования отходов, нужно строить мусороперерабатывающий завод, который будет производить РДФ топливо, так называемое. Тогда процент использования гораздо повысится. РДФ топливо – это мусор от топлива для цементных заводов. То есть, чтобы не использовать уголь каменный на цементных заводах, вот это РДФ топливо будет использоваться. Особливая увага депутатов городского совета жилевой сферы. Зараз на Гомичине наличивается маль 9700 домов, кожаные пятые, за яких знаходятся образные центры. Их обслугование справа достатково затратное, а тому и наракание в отношении с Вахапаем. Пытания притягнения организаций, яке не уходить у систему державной жилево-коммунальной господарки, разглядаются, а лепокуль широкого распосюживания. Такая практика не отримала. Безусловно, все зависит от денег. Если будет достаточное количество средств, всем будет на этом рынке услуг, скажем так, комфортно. Кто выиграл, тот и будет оказывать услуги и, естественно, получать за это плату. Что отлично самой жилево-коммунальной господарки, то тут супротив конкуренции с приватным сектором ничего не мают. У речи часто же храм соправды больше выгодно звернуться у недержавные предприемства. Не выключены их удел и у приведения капитальных ремонтов. Тем больше, что тут необходимо шматачаху зарабить. По нормативах, зараз необходимо ремонтовать домы, яке узведены у 80-х годах. Насправе у парадок не приведена, а еще частка жилья 60-х годов забудован. И хоть объемы обовязковых работ, которые выполняются при час капитальных ремонтов, скоротели, зарабить все не поспевают, с наступного года тут ждет еще одно новое уведение. Когда ранее на капитальный ремонт одного дома отводился 12 месяцев, зараз 3, то теперь этот термин будет скорочен до 30 дней. Правда, это без улики подрихтовщих работ. Это связано с организацией подрядчика. Конечно же, он должен привлечь более активно свои людские ресурсы, материальные ресурсы. Должны работать здесь наиболее ответственные строительные организации, которые могут обеспечить вот этот минимальный срок капремонта. Олег Синчуров, Валерий Капанько, телерадио «Компания Комель».